У нас поднялись процентные ставки. У нас было 2, сейчас 2, я 8. Я смеюсь. Я говорю, а что вы смеете? Это у нас от 1 процентных ставок население только мечтает. Они меня спрашивают, а у вас-то сколько? Я говорю, ну повезет 10. Они на меня так устали. Да, это нестрафовка по жизни. Они устали на меня и говорят, а у вас что, говорит, еще ипотеку кто-то берет? Мало того, у них, например, вот свинство нашей власти в чем состоит? Что в скорую помощь уже людей после 70 не берут, типа, куда это? Ипотеку не дают. Да у них ипотеку до 80 лет дают людям, понимаете? Прекрасно знают, да, что друг, всем избегают. Так вот, почему в стране высокая инфляция? Президент Путин вам и говорит. Вы знаете, что он вам говорит? Что вы получаете слишком высокую зарплату. Что русские работают плохо, а получают много. На самом деле, у нас знаете инфляция, как происходит? Каждый декабрь, включая прошлый, председатель правительства принимает естественные монополии. Газпром, РЖД, ну, в Москве, МАЭК и так далее. Которые дают ему предложение по повышению тарифов с населением. Ведь они не имеют права сами повышать. Это правительство санкционирует. Они подписывают 4%. Дальше надо объяснить. Все, если 4 на 4% все выросло, что в ценах других товаров. Вопрос, что мы сделаем? Заворозка тарифов, естественно, монополий минимум на 3 года. И это опять не потому, что я, вы знаете, хочу всем понравиться. Потому что тогда, только тогда у нас инфляции не будет. И тогда кредиты для населения, для бизнеса стали нормальными. Такими же, как во всех странах. Вот вам ответ на санкции. Если бы у нас нормальная была банковская система, ну, какой дурак кредитовался бы в Америке. Зачем? Ну, если вы в Сбербанке можете взять кредит по 3% и через монетную банку за 3%, чего он туда ехал? А если там за 3%, а здесь за 15%, есть смысл. Так вопрос, кто нас наказывает? Да мы сами себя наказываем, имея то правительство, которое у нас есть. Спасибо. Я 3 года отработал в Швейцархоудинге, крупнейшим финансовым Швейцархоудингом, во Форсбрук. То есть в Америке это гостепа тоже? Ну, конечно, как всегда. Я знаю, чтобы они там особо наши технологии не хотели. Вот, с Бёртом Хаммербак и посмотрел, какая они платят налоги. Значит, Бёрт Хаммербак с более чем 640 миллионов заплатил порядка 70% налогов. У вас? Хотя должен был заплатить порядка 60%. Я спросил, Бёрт, а почему ты так? Почему ты платишь больше налогов, даже больше налогов, чем тебе положено? Он говорит, уже написано заявление в налоговой полиции о том, что если сумма перечислений превышает мой налог, то он идет в фонд поддержки безработных. Я говорю, а почему? Почему ты платишь все-таки больше? Он говорит, потому что я швед. Я швед, но я дожду. И мы должны, мы, шведы, должны гордиться тем, что мы поддерживаем. Мы поддержали, короче говоря, мы поддержали наше требование о ведении прогрессивной шкалы налогообложения. Просто я это вам и сказал, но нам, как швецы, налоги 60% не нужны. Почему? Потому что, в отличие от швецы, мы пока еще богатая страна. Нам порядок надо навести. Ну, например, вот опять, что мы предлагаем? Говорят по ладошкам, там, вот он популист. В Норвегии, в Швеции нет. В Норвегии, как вы знаете, есть тоже нефть и газ. Само обидное для меня, что есть нефть и газ на Аляске, которую наш славный царь, Александр Второй, продал за 7 миллионов 200 тысяч долларов Соединенных Штатов. Так вот, там то же самое, что я предлагаю. Человек на Аляске, отработавший 15 лет минимум, да, и плативший все это время налоги, там, сносы социальных фондов, получает процент на личный счет от добычи полезных с КП. Почему-то, когда я это предлагаю, я говорю, популист. Я говорю, в Норвегии есть, на Аляске есть. Что у нас этого не должно быть? Потому что делиться просто не хотят. Понимаете? Вот, кстати, интересный вопрос. Николай Николаевич, в салево, в основном люди 40 плюс. Ну, во-первых, ну и что, ну и что, ну и что. Ого-го, да. Молодежи нет. Как вы относитесь к тому, что молодежь идет за Навального? Ну, во-первых, неправда, что она за них вся идет в ПРС. Во-вторых, ну что я могу сказать, понимаете, вот когда я проводил митинги в Москве, ну, до того, как поедет в Хабаровск, Единая Россия поцелула продажных людей из своей молодежной организации «Молодая гвардия». Молодая гвардия назвали. Которые знаете, что делают? Издевались над стариками, ман, присутствовали. Старичьё, ваше время ушло. Чего вы его слушаете? Мы молодежь, нам надо сплевать. Идите все отсюда. Ну, естественно, возникали, сами понимаете, какие ситуации, они, естественно, звали полицию. Во-первых, я на это что могу сказать? В нашем движении есть все люди. Никакой дискриминации по возрасту. Мы не допустим, в том числе, оскорбление пожилых людей. И ваше время у вас там сидят пожилые. А что, не люди, что ли, в конце концов? Ну, вот если человеку 35-40 лет, его что списывать надо? Кстати, вот это меня в послании Путина поразило. Помогать будем людям до 35. А дальше? В 36. Это что, вообще? На свалку, что ли, отправляют? Или как одна чиновница, вот неналеку от вас, Карелии, сказала, если женщина рожает после 30-ти, это ее дурь. И мы ей там вообще никаких посудей там платить не будем. То есть первое, что я хочу сказать. Да, я вам скажу честно. По нашей статистике, за нами идут сейчас люди примерно от 40 лет. От 40? Ну и что? Вы понимаете, я не против молодежи, но я считаю, что вот то, что мы вот здесь находимся, то, что мы вообще в городе, это как раз не молодежь сделала. Это сделали те люди, перед которыми мы все с вами в долгу. Если хотите, давайте сделаем в следующем году, если будут гумбские выборы, в следующем или в этом, последнее мирное восстание советского поколения, чтобы показать и нашим старикам, и нашим молодым пример. Вы знаете, я не хочу эти избитые фразы повторять, чтобы у нас было как? Молодым дорога, старикам почет. Ведь они клевещут на социализм. А когда человек мог работу найти, молодой, легче, сейчас или так далее? Ну и все, понимаете, они сейчас к этому вернулись. Путин, чтобы послать целевая подготовка. Что раньше было? Грудинин как получил образование в том же институте, что молодец горячий, с охоса он туда направил, и потом взял работу. Все, он даже знал с первого курса, где, когда, в каких мастерских он будет работать. Сейчас Путин это провозглашает как... Пенсионная реформа. Вот мне многие молодые люди говорят, да пенсионная реформа, она и звучит вообще так, пенсионная. Но она бьет-то по молодым как раз в основном. Понимаете, почему? Потому что люди вынуждены работать больше на коне. Значит, те рабочие места, которые, если бы эти люди ушли на пенсию, они-то остались бы молодым. А сейчас они устроиться не могут. Но если 53% молодежи хочет уехать отсюда, они должны быть в наших рядах обязательно. Да, и будут про нас чего угодно рассказывать, вот про эти все репрессии и прочее. Не надо бояться. Не надо бояться дискуссий. Вот как Навальный. Я не знаю, если вы ее слушаете, я это не реклама, конечно, да. Вот каждую пятницу я пока выступаю на радио «Кусомольская правда» там с 18-го власти. Да я Навального звал на дебат, я не знаю, раз в 10-е. Мало того, ведь он же, знаете, может еще сказать, а я там не слышу, нет, помощнику звонили. Говорю, пожалуйста, приходи. Причем без всяких условий. То есть ему ничего не ставят. Вот это нельзя, там, говорят. Чего же он не приходит? Потом, вот вы дальше пишете, как вы относитесь к расследованию Навального в Кокорумске? Я положительно отношусь. Я положительно отношусь к любым расследованиям в Кокорумске. Мы в Хабаровском крае занимались тем же самым абсолютно. Молодец. Но я вас спрашиваю, а его экономическая программа в чем? Вот пригласите его сюда и скажите, вот Платушник там нам плет вот всякую ерунду, что если он плет в власть, он там сделает такие-то налоги там и прочее. А ты что сделаешь? Вы чуть хоть раз слышали, нет? Да, это хорошо, что у Медведева в Красоте. Правильно все это, правильно. Это надо делать там, в суды подавать. Все отлично. Кстати, мы с вами должны сотрудничать со всеми политическими силами в деле обеспечения честных выборов. Ну скажем, ну не хватает нам своих наблюдателей. Они у него есть. Ну давайте у него возьмем. Им не хватает своих. То есть задача, чтобы выборы были честные. Но победят другие. Ну честно победят. Значит мы с вами что-то не наработали. Победим мы тоже. Но, видите, что мне не нравится во всех этих людях, я вам честно могу сказать. Вот спросите мою биографию, почитайте. Они же на меня искали компромат все лето. Нашли только одно, что Платошкин себе лишнюю квартиру прописал. Это квартира, в которой живут мои родители, полученные в 68-м году 40 метров, которую они на меня просто опорнили. Они там живут, и я думаю, будут жить, ну дай бог, еще долго. Они, видите, не то, что я скрыл, я единственный из кандидатов, все имущество правильно указал. Так вот, она в войне. Он в союзе правых сил с Чубасем не работает. Он с губернатором Белыха, с Союза правых сил, Кирой Фрес, Лидербань, с Машей Гайдар, которая потом уехала помогать бандерасам на Украину. Ведь, понимаете, я считаю как? Что человеку надо не только слушать, его, меня. Ведь и Навальный, и я прошли какую-то жизнь, правильно? Так судите нас по тому, что мы до этого еще и сделали. Вот что он сделал? А то, что сейчас он предположим разоблачает коррупцию, ну, хорошо, замечательно, я это только поддерживаю. Михаил, я из Петербурга. У меня вопросик вон внешний политик. Вон внешний политик вопрос. Если представить чисто гемотетически, что вы президент России, и там... Почему гемотетически? Ну, с четвертого уровня. Ну, например. И вот наступает август 8-го, потом наступает 14-й год Украины, потом Сирия. Какие ваши шаги? В эти точки? Ну, конечно, я могу сказать в защиту, друзья, этих властей, что, конечно, со стороны всегда видеть, да, там, знаете, каждый видит себя с контрактом, видит, будет со стороны. Но, вы знаете, вот что меня потрясает в нашей внешней политике, и, к сожалению, у людей это пользуется иногда поддержка. Знаете, тут есть такая, извините, я скажу от дурацкой точки зрения, а что нам заниматься внешней политикой, надо вот заняться своей страной, там, и прочее. Вы знаете, что такое внешняя политика? Это так же, как у людей, да? Если у вас, у человека, много друзей, то на вас вряд ли кто-то сунется, да? Или, ну, если уж кто-то сунулся, так вам помогут многие, правда? У СССР шло 60-70 стран. Да, в том числе, потому что мы им помогали. И они нам тоже. А как вы себе дружбу представляете? Вообще, вот между людьми. Знаете, вы мой друг, но если вам бескорыстная помощь, от меня потребовалась, я скажу, не, старик, ты давай, гони деньги там за это. Ну, вы так друзей не найдете. У нас Путин, официально Лавров говорят, у нас прагматичная внешняя политика. Что такое? Сегодня выгодно, завтра невыгодно, сегодня дружим, завтра не дружим. Результат. Когда украинцы вносят в Организацию Объединенных Наций каждый год резолюцию об осуждении, там, как они говорят, оккупации Крыма и прочее, за нас голосуют сколько стран. 20 примерно, да? За украинцев где-то, ну, за запад где-то 70, остальные воздерживаются. Другой пример. Вот вы помните, как нас отхлестали в прошлом году, не пустив на Олимпиаду в Южной Корее под своим флагом. Позорище. Да, когда наши спортсмены там в каких-то серых майках выступали. Кто нас поддержал в Олимпийском комитете? Ведь в Олимпийском комитете, который принимает решение, туда же входит очень много стран. Нас единогласно от Христа. С другой стороны, я думаю, то, что большинство, ну, вы же у меня свыше 40 лет, как вы нам заявили, да? Большинство помнит Олимпиаду 80, да? Уж как они ее тогда хотели сорвать. То есть, они тогда хотели принять решение Олимпийского комитета вообще отменить Олимпиаду. Я же эти документы читал. Американскому президенту докладывают СРУ. Это невозможно. В Олимпийском комитете у русских большинство. И даже председатель Олимпийского комитета Испании Самарайч избрал благодаря Советскому Союзу. А вы знаете, как это было? Это было, что Леонид Ильич Брежнев, которому дурак общий, набирал трубочку, звонил КСРУ Австрии, капиталистической страны, и говорил, ребят, вы нас поддержите по Олимпиаде? Тебе говорят, ну да, а мы у вас там, я не знаю, разместим заказ там на, там, не знаю, какие-то станки. Вот так это делается. Это кропотливая, черная работа. А то, что у нас нет друзей сейчас во внешней политике, нету. Это опять вопрос к нам. Зачем с нами дружить, если мы можем в любой момент кого-то килать? Вот что касается решения, например. Почему не признали ДНР, ЛНР? Ведь люди потеряли ради нас 12 тысяч человек. Там стариков, особенно жалко, у которых детства не было. Война в Донбассе шла год, 43-й весь. И у них старости нет. Куда они сейчас поедут? Что они сейчас будут делать? А знаете, почему не поддержали? Западу не понравилось. Потому что у нашей так называемой элиты дети где? Дома где? Любовницы где? Где? Вот понимаете, Брежнев, может, и был дурак, как его сейчас выставляют, но с ним считались, извините. Потому что дочь Брежнева, как бы ее сейчас тоже не пидали, она не в Майами жила, она здесь жила. А сейчас, когда американского одного известного политолога Пшизинского спросили, а вот как российская элита отреагирует на наши санкции? Он знает, что ответил? Да у них нет никакой элиты. Это наша элита. Вот и все. А отсюда вывод следующий. Если мы опять не сменим власть, вот это так все будет продолжаться, понимаете? Вот на Украине мне же тоже все многие говорят, если бы в 14-м году из Москвы хоть сигнал бы прозвучал, да украинская армия сама бы пошла на Киев. И вообще бы люди, 10 тысяч человек просто остались бы живы, и все, понимаете, и дома не были бы разрушены. Но мнение Ангела Меркель тогда было бы более интересно, правильно? Потому что не дай Бог вот этого не пустят туда. Как мне сейчас говорят, один из наших олигархов газовый. Посмотрите, какой ужас, говорит, друзья. Мы с семьей каждый сентябрь собирались с вами фамильным замки на Луаре в Арханске, а теперь из-за санкции вынуждены собираться в Москве. Видите, какой ужас. А вы рассказываете про внешнюю политику. Какая у нас внешняя политика? Нам тянутся во многих странах, понимаете, тянутся еще по старой советской привычке, что русские помогут. На русских можно обратить внимание. Я вам просто цитату могу последнюю закончить. Вот как Деголь говорил про русский генерал Деголь, который нас с вами знал, а который, кстати, не был коммунистов, вы знаете, наоборот. Его спросили, вот вы бывали в России, генерал Деголь, вот вы что можете сказать о русских, об этом национальном характере? Ну, имелся в виду, конечно, советские, тогда нас русскими называли просто. Вот русский это тот человек, который не заснет, если знает, что кому-то в мире плохо. вот была наша внешняя политика. Вот выберем войска. Вот сейчас, кстати, интересная, интересная, интересная вещь еще просто. В университете Санкт-Петербурга запрещают студентам участвовать в политической жизни России. Вы знаете, меня может и в репрессиях обвиняют, да? Но я могу сказать, если мы придем, точнее, когда мы придем к власти, мы каждый случай фальсификации выборов расследуем. Те, кто отдавал преступные приказы, преступные по российскому законодательству внесут положенное по закону обрестность, студентам разрешается участок в политической жизни. И вот, знаете, вот я вам могу показать пример нашей блестящей молодежи. Реально. Я, правда, отношу это чуть-чуть там, может быть, и на себя. Моих студентов на выборах 2011 года в Государственную Думу назначили местную избирательную комиссию. Ну, по типу, знаете, студенты, подпишут, что угодно. Студенты мне потом рассказывали. Ну, значит, посчитали, на этих выборах 2011 года победила там, ну, в этом округе в Москве, где я живу, КПРФ, там, 25 процентов, ядро что-то там, 18 и так далее. Они подписали, как члены комиссии, на их глазах говорят, протокол рвут, выкидывают в ведро, достаёт другое, где у Единой России, что-то там, ну, сами понимаете, уже там, 50 процентов, подписывать. Они говорят, а мы не будем подписывать. и всё. Что, не будете, да вы у вас это самое, там исключили. Позвонили лектору, лектору, а я как-то могу показать. Они же это выполняют, не как студенты, а как члены комиссии. И вы, не повенитесь, зайдите в интернет и посмотрите, как на единственном участке в Москве на выборах в Госдуму были подсчитаны, абсолютно, правильные результаты. Вот вам наши молодежи. Вот для клада. Деванил Владимирович, Алексей Золотов, меня Санкт-Петербург, вопрос у меня такого проекта. Я наблюдаю за развитием капиталистических стран, социальных, коммунистических, и в целом для меня сейчас важно больше понять, мы идём к какому типу, который был у нас 40 лет назад, который сейчас в Китае, коммунистический, такой, скажем так, коммерция там, или же в Финляндии, где социализм процветает. Почему для меня это важно? Я же к себе отношу к поколению более молодому, и несмотря на... Вам сколько? Вам сколько? 30 лет. Ну вы старик уже. Спасибо. И знаете, вот у меня отец, он родился здесь, он пережил блокаду, и он работал в заводе имени Глимова, который сейчас, к сожалению, можно сказать, удалили. Почему? Застройка комплексов жилых. Но отец в этом плане со мной абсолютно солидарен. Он не понимает, как будет в современном мире чувствовать себя молодежью. А то сейчас 16, 18, куда они идут. Предложите, что-то старое сложно, что-то новое оттарит. Вы знаете, вот, а вы расскажите молодежи, сколько лет было громыко, когда он назначен министром на остальные дела. Знаете, ему было гораздо меньше, чем 2. когда Косыгин возглавлял, что возглавлял, эвакуацию с заводов во время войны. Вы представляете, что это такое? Это когда вот с колес бомбят, я не знаю, немцы вот на окраина по-моему, вы возили что-то. Вы знаете, сколько ему лет? Нет, я понимаю, но к чему мы идем сейчас? Мы идем к тому, что как раз молодежи надо дать возможность развернуться. Ведь люди сейчас, почему они хотят уезжать? А кому они нужны, если плотных-то нет? Ну что, я в Газпром, что-то просто возьму? Вот вы знаете историю расскажите. У меня студентка одна была, тоже хорошая. Почему хорошая, мне обидно. Работает в Англии сейчас. Ее там очень цель. Говорит образование у вас очень хорошее. Мне, с одной стороны, приятно, конечно, потому что она говорит, я одну вашу лекцию пересказал, меня сразу на работу взяли, говорит. Но здесь не взяли. Папы, мама нет. Знаете, я один товарищ еще рассказывал, боец со сталинизмом. Она говорит, ты прежденая идея. Она резюме везде отправляет, на собеседование ходит. Говорит, ты к 6 часам вечера, ей говорят, выходи на площадь Сахарова. Она говорит, ну к чему-то выходи. А там, говорит, компания Лукоил находится. Они в 6 вечера работу заканчивают и выходят. И ты так, вот, хорошее. Вот это что? Это молодежь сейчас? У нас сейчас 60% выпускников не по специальности работают. И я помню, ну, кто-то говорит, может, я статистику. Я помню себя. Я из села. У меня отец инженер, как Грудинин, мать агроном. Я в нем поступил, без всякого, была из сельской школы. с рекомендацией партийной организации, которую могут получить каждый день. Вы знаете, как мне давали партийные рекомендации? Вот вы сейчас расскажите это молодежи. Мне 16 лет, представляете, дурак, дурак, рекомендации. Я узнаю, что помимо экзаменов ГИМО надо рекомендацию РАЙКОМу партийной. Я как дурак, сажусь на рейсовый автобус. Приезжаю в РАЙКОМ. В отличие от сегодняшнего дня никакой охраны там не было. Просто стою там в школьной форме, мне говорят, мальчик, а ты типа, что пришел? Я говорю, да мне в РАЙКОМ рекомендация на ГИМО. А я говорю, о, а РАЙКОМ сейчас заседает. Не хочешь подойти? Тоталитаризм. Я подхожу. Ну что, прям сейчас готов, да? Я же вообще даже не знаю, что это заходит. Я еще думаю, ну что, два раза ездить? Далеко все-таки. А что меня спросил РАЙКОМ? РАЙКОМ в районе Московской области. Вот что там за люди тогда сидели? Они спрашивают. Там, ну, Николая, не помню. А кто станет за убийством президента Египта Садата? Это вот 81-й год. Ну, я ответил. Потом говорят, простите, второй вопрос, а какие сейчас внешние долги в Польше? Ну, это как раз, когда в Польше солидарность, там, бузила, вот это все хозяйство. Я ответил, они говорят, ну что, ну, считаем, что человек достойно будет представлять Крайминский район ГИМО. Это не молодых дорог. И когда я закончил ГИМО, мне 6 мест предложили на выбор. Я себя тоже дурака помню, когда мне звонят там из ДАС, ну, телеграф на агентство Советского Союза, и говорят, у меня времени нет. Я, наверное, там, послезавтра только смогу приехать. Это не дорога, нет? А сейчас? Вот, я сейчас, я вчера был на эфире Комсомольской правды, мне говорят, расскажите это все молодым, стипендия, пишет жительница Белгорода, моя дочь 1800 рублей. Повышенная 4. Повышенная 4, говорят. Ну, человек 39 лет смеется, да? На 4000 рублей можно себе в Ленинграде, я думаю, ни в чем не отказывать, правильно? Я получал, опять, посмотрите, все было по уму. Тройка в сессию, 0 рублей, стипендия. Четверки, или больше четверок, чем пятерок, 55 рублей. Больше пятерок, чем четверок, в сессию 63 рубля. Отличник 69. Я думаю, а что деньгами пропадать? У меня, соответственно, в сессию ни одной четверки не было. Обед ему стоил рубль, примерно. Вот такой, да? Проездной на все виды транспорта для студентов стоил 3 рубля, а для обычных людей 6 рублей. Это без ограничения поездок. Вот выкатайся. Я с девушкой, извините, еще в ресторан ходил. Тем более, что, учебники бесплатно, да? Ну, то есть, я вот на учебу вообще ничего не тратил. Это, приходишь 1 сентября на занятия, тебе в библиотеке лежит книжка, стопка книжек с надписью «Платушка». То есть, ты забрал, поучился, потом сдал еще вопрос. Так, молодежи, когда лучше относились? А сейчас они кто? Никто. Так вот это наша с вами задача, на мой взгляд, рассказывать это все людям. Ведь, понимаете, вот сейчас главное молодых людей работать, да? Но работы с каждым днем становится меньше. Вот вы про завод рассказали, но нет этого завода. А потом мне говорят, а что у нас инженеров не выпускать? Куда их выпускать? Ведь инженер, еще раз, это не теоретик, он должен был с третьего курса работать на каком-то оборудовании. Если его нет, он не будет работать. Или он что мне за мать обидно? Мать-агроном. Была сейчас миссионер, естественно. Да она вот ездит по своему бывшему сахозу, у нее, она говорит, у меня просто кровь и сердце обливается. Уже там, где рапшиницу выращивают, деревья вот такие стоят. Это под Москвой. А знаете, что сейчас в стране закрыто 25 агрономических вузов? А знаете, почему? Вы сейчас удивитесь. решили сделать рейтинг высших учебных заведений. Ну то есть плохие надо закрывать, хорошие пачки. Ну, мысль вроде правильная. Но как всегда у нас идет через одно место. Решили закрыть все. Знаете критерии какой успешности вуза? Средняя зарплата выпускника. То есть, если агрономы в Российской Федерации сейчас получают копейки, вузы хреново, их надо все закрыть. Закрылась масса музыкальных училищ, по той же причине. А зачем капитализм и музык? Она что, деньги что ли дает? Нет, конечно. Так вот результат. Вот это все расскажите молодежи. А что касается нового социализма, я вам навезло, сейчас быстро опишу. Я же не НПСР. Государство должно приезжать та собственность, которая для жизнеобеспечения граждан необходима. И в тех коммерции быть не должно. Это в жилищной секту, в железной дороге, обычной дороге. Страна очень большая у нас, да? Ну, естественно, образование, здравоохранение. Ну, почему образование должно быть коммерческим? Почему здравоохранение? Вот кто-то рассказывал, да? Про пчел. Но, все то, что государство менее эффективно может сделать, чем часть, мелкий и средний бизнес. Ну, парикмахерский, например. Ну, зачем иметь государственное треск парикмахерства? Ну, почему? Ну, пусть они сами соревнуются. Вот недостаток Советского Союза в этом смысле. В чем было, например? Кстати, при Сталине этого не было, хочу подчеркнуть. Вот, Госплан планировал, да, что каждая там женщина Советского Союза должна в год, условно говоря, иметь четыре пара туфель, предположим. Ну, больше же она не сносит. Но женщине если ей просто туфли нужны, понимаете, ей нужны сегодня остроносики, завтра лодочки, потом, и помните, что было, да, обувь-то есть, да, она стоит, но только она не та. Поэтому, зачем государство этим заниматься? Пусть занимается мелкий, средний, частный бизнес, которым государство сделает или, вы знаете, что в СССР 70% картошки давал части, но в том числе и я. Опять, почему? потому что комбайны, вы же знаете, их тоже можно применять при упорке картофеля, но он бьет картофель, да, этот картофель надо сразу перерабатывать во что-то. Картофель все равно, как и виноград, как и клубнику, все равно надо собирать в руках при любой власти. Соответственно, зачем нужны крупные хозяйства? С другой стороны, вы что, на даче пшеницу будет выращивать? Ну кто? Ну нет, потому что пшеницу надо выращивать с использованием техники, а если техника, то большие площади, иначе она у вас не окупится. Поэтому здесь колхозы, совхозы, то есть видите, мы с вами должны построить смешанную экономику. Дальше, для молодежи важно, в чем отличие от того общества. Свободное место выезд. Я против того, чтобы людей держать здесь насильно. Я хочу сказать, что тогда, в то время, свободного выезда не было ни по политическим мотивам, честно говоря, валюту берегли просто, да, которую потом направляли на закупку каких-то заводов и прочее. Нет, сейчас это можно сделать. И самое главное, из-за чего мы, собственно говоря, во многом развалились тогда. Надо же тоже опыт извлекать. Конечно, партия единственная консоль СССР забронзовела, да. Ну, то есть, когда, ну, тем, кто у власти, искренне казалось, что они лучше знают, да. Ну, 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 как бы. И знаете, большинство народа так примерно считало. Ну, да, что-то там происходит плохое, но мы сейчас письмо напишем там в редакцию правды, да, там что-то сделают и делают. Поэтому, сейчас у нас должна быть свободная конкуренция политических сил. Чтобы вот такие, как Николай Николаевич, то есть, если они станут президентом, никогда в жизни не превратились бы во Владимира Владимировича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давайте блинцы, вопрос активный. Николай Николаевич. Ну, буквально, что чтобы чередовать там насчет жилья. Я уже сказал, да, то есть, если мы победим, опять. Решать проблему жилья надо как? Посмотрите, опять в советское время, большинство людей получало жилье, вы знаете, от работы, да? Ну, человек пришел к работе, получил жилье, там по-разному, кто там, после года ожидает, на Дальнем Востоке, не знаете, что рассказывают, какой год? Приезжаешь в квартиру, все, то есть там вообще никто ничего не ждал. А сейчас, кстати, там закрылся последний на Дальнем Востоке в декабре, в Хабаровске, в Кабинат ЖБИ, то есть дома строить уже просто некуда. Так вот, частично, при новом социализме, если мы, опять, когда мы начнем политику индустриализации, и без этого мы погибли, это может только государство, частник просто не будет этим заниматься. Ну, частник вам построен? Нет. Нет, и частник вот чем занимается? Чтобы быстро, да, окупить затраты. Государство строит то, что окупится, может быть, через сто лет, понимаете? Но это надо, да, это надо для развития территории. Итак, при нашей индустриализации, те, кто будет работать на государственных предприятиях, тоже будут получать жилье. Причем мне вчера еще на эфире говорят, да что это, в СССР жилье давали только передовикам. Я говорю, да вы посмотрите на Москву. Жилье построили для миллионов людей. Да что, все блатные передовики же. Итак, но, частники, да, вот если человек хочет сам приобрести жилье, а что, в СССР не было кооперативов, что ли? Ну, по сути дела, частного жилья. Да пять лет надо было поработать на Дальнем Востоке, и все, иди и покупай. Если в Москве, предположим, получали, ну, где-то в мае, там, 80-е годы, ну, в среднем, там, 160 рублей, на Бабе, я вот был в этом прошлом году, там говорят, да вы меньше 700 не видели вообще? Тысяча, понимаете, соответственно, чтобы частник был обеспечен жильем, надо сделать и одну простую вещь. Низкопроцентную ипотеку, о чем я вам сказал, там, 2-3 процента, которую мы легко сделаем, если предотвратим инфляцию в нашей стране, а инфляцию мы еще легче предотвратим, когда опускаем естественные монополии. Вот пример министра Украины Азаров, вот, при Януковича. Вот знаете мне, что рассказывает? То же самое, в декабре приходят к нему все эти киты, да, украинские только, естественные монополии. И то, что приносит, ой, нам надо повысить тарифы на 3,4 процента. Знаете мне еще раз за руку, да? Да они были счастливы, когда уходили, получив от меня повышение 0,25. И в 13-м году на Украине не было инфляции. То есть это я даже вам не Германию привожу, я вам привожу Украину, где-то там ни нефти, ни газа, особо ничего нет. Ну то есть при желании. Вот знаете, с чего Азаров начинал свою работу, с чего мы будем начинать? Вот я, говорит, приходил в 9.00 в кабинет, мне помощник клал изменение цен на основные продукты питания по регионам Украины и подчеркнул желтым цветом, где они сильные, да? И я, говорит, сразу звонок главе администрации области, в чем дело? Они говорят, да вот торговые сети завышают продукты. У нас же то же самое, у нас в Москве сокрыли 120 рынков, и за это, естественно, возросли цены в сетевых магазинах, потому что там просто конкуренция. Ну знаете, он вызывал главу сетевой, сети, ну ты, может, пятерочки их не берешь, значит так. Если цены не будут снижены, то вот у тебя завтра вместо парковки открывается колхозный рынок. Все. После этого он говорит, да, хорошо, хорошо. У нас же все наоборот делается, вы же понимаете, конкуренцию ликвидируют под болтовлёй о рыночной экономике, о свободе, о демократии. Но это все вернет. Спасибо. Николай Николаевич, спасибо вам большое, вы многое... Кстати, извините, нас не выгонят, у нас время есть еще? Есть. Извините. У меня такой вопрос. Со стратегией у нас более-менее все понятно. Не слышно ли? Со стратегией у нас все понятно. Господь совет, хорошо. Наше дело правое, враг будет разбит за победу. Я не буду говорить, что победа будет за нами, за победу. А вот что у нас с тактикой? Вот мы говорили сейчас про международные всякие вопросы интересные. А что у нас, вот насколько я знаю, есть люди и на Украине, ну, в Пеломысле там были с ним менее все понятно. Виктория Шилова, антивойна, Василий Волгу на Украине. Вот у вас есть какие-то связи с теми людьми, которые за социализм, за движение социализма на Украине, например? То есть антимальдан, вот тот, который Сталиков, это мы знаем. Поэтому вопрос конкретный. Что делает нам, тем, кто сейчас вот ждет этих выборов, у себя, скажем так, на всех страницах, во всех соцсетях распространяет информацию, а вот конкретно что делать? Максимально конкретный ответ. Мы, кстати, занялись этим вопросом, честно говоря, на прошлой неделе. У нас сейчас на сайте появится наш координатор по движению «За новый социализм» во всех бывших странах СНГ, во всех бывших странах СССР, СНГ. Человек нами назначен. У нас уже контакты с этими людьми есть в союзных республиках. Просто мы понимаем, я же не на вами, понимаете, я людей берегу. Я понимаю, что вам, скажем, на Украине заявить открыто, да, что ты за социализм, за Россию, это... Поэтому у нас тактика какая-то тактика. Мы, конечно, не будем говорить людям, что основывайте ячейки движения «За новый социализм», скажем, Беларусь, потому что это нарушение просто белорусского законодательства. Этих бедных людей, если они это сделают, ну, их просто поставят в тюрьму. Но мы призываем всех, и мы это на сайте опубликуем, делать тоже свои движения «За новый социализм» в Беларуси. Ну, где это возможно, где нет репрессий. И чтобы мы с ними совместно работали, потому что наша цель, в том числе по программе, это восстановление федеративного государства из Республики бывшего Советского Союза на добровольной основе. Те, кто нам, да, те, кто никогда не надо, поэтому мы, абсолютно правильный вопрос, мы наши ближние зарубежные просадки не должны. Просто, знаете, вот опять всех этих Навальных или НПСРовцев, вы знаете, мне о чем не... Ну, не хочу сказать бесит. Вот когда мы с ними пытались сделать митинг по Курилам, да, который мы все-таки провели в прошлом январе, во многом воспрепятствовали, вы все там, отдача Курилам, потому что была активность массовая. Знаете, что мне эти персонажи говорили? Я им говорю, в митинг надо делать закон. Они говорят, да что с ними? Давай вот этих людишек выведем. Значит, их всех законтракутят. А нас-то не тронут, мы медийные лица. Нет, не мой, бляд. И пусть эти Курилы отдадут, сказать. Самое главное, прогребеть, да? Что мы вот взяли, сделали. А я сказал так, а для меня не прогребеть, главное. Для меня главное, чтобы человека ни одного не посадили. И главное, чтобы Курилы не отдали. Вот заметьте, какую я тактику тогда предложил. На меня они ругались, эти вот так называемые борцы за импичмент. Я сказал, мы на митинге обратимся к Путину с просьбой учесть и общественное мнение России не отдавать Курилы. Да вот, чего к нему обращаться. Я говорю, вы поймите одно. Что президент, если он решит, да? Что ему не надо отдавать Курилы. Ему надо на что-то сослаться, да? Ну, чтобы не потерять лицо. И помните, что Путин сказал премьер-министру Рада. Ну, типа, мы вопрос к Курилам должны решать только после учета общественного мнения России, которое мы и создали тем самым. И несмотря на всю эту болтовню про диктатуру, про литериата, про импичмент, мы добились главного. Мы сорвали передачу Курильских островов Японии. Вот вам тактика, понимаете, конкретная. А можно было сказать, все уроды, да здравствуют импичмент, пошли все к черту. Идите на несанкционированный митинг, вас в тюрьму посадят. Зато мы, так сказать, потом будем везде выступать. И говорим, да какие вы вообще замечательные люди. То есть, видите, для меня главное сбережение людей прежде всего. И главное, чтобы мы добивались успеха. А не просто говорили, что да, у нас ничего не вышло. Но я же сказал, я умыл руки, как сказал мне один из лидеров вашего МПСР. Пусть отдадут. Главное, зато я чистый. Теперь, что касается госсовета. Вот сейчас тоже меня подругает. Конечно, госсовет, который предложил Путин в программе. Сейчас вам речь, что ну типа мы его в конституцию там запишем, он будет отдельным органом. Он нам, конечно, по идее не нужен. Это пятое колесо в телеге. Но что такое госсовет? Вот Путин собирается с губернаторами и с профильными министрами обсудить образование, предположим, или здравоохранение. А что для этого правительства нечто? Но я думаю, что Путин хочет зафиксировать госсовет, конституцию. Но чтобы это было серьезно. Для того, чтобы после ухода с поста президента в 2024 году, а может быть и раньше, если мы с вами выборы выиграем в 2021, так вот, он хочет сохранить себе некий такой пост. Назарбай. Ну типа да, как Назарбай. Я уже об этом говорил, что я за. Мне вот эти вот красавцы из диктатуры, притрияты говорят, а вот, Платушкин-то раскрылся, вот он расчехлился, вот он путинский шпион и прочее. Но, если тем самым, тем, что мы дадим Путину возможность занять этот пост, мы обеспечим нашу победу, преобразование в стране, и самое главное, предотвратим кровопускание здесь, чтобы ни один человек не пострадал. Да, я за это. Если, скажем, они поставят условие, что если он не будет лидером госсовета, мы просто выведем войска на улицу, мы вас там всем затопим, посадим и прочее. Нет, для меня главный успех. То есть, если мы возьмем власть в Государственной Думе, я могу сказать, у Путина ведь на самом деле полномочий-то немного. Ведь все законы, которые по нам с вами бьют, принимает-то Государственную Думу, президент подписывает, и даже если он не подпишет, Государственную Думу может его переголосовать, да? Ну, то есть, еще раз принять. Вот чем нам надо заниматься. А где микрофончик-то был? Микрофончик, Иван. Ну, я вам только что сказал, что закон о референдуме, который сейчас есть, и который принят этой самой Госдуме, он вам не даст такую возможность. Конечно, если... Когда мы придем к власти, мы изменим и законы о митингах, это понятно, чтобы сделать ее более доступными. И закон о референдуме, и о политических факторах. Вот я считаю так, что мне, например, бояться нечего. Когда мы придем к власти, если мы не справимся с этим, у вас должна быть полная возможность, еще раз говорю, через половину срока нас убрать. Чтобы была именно щука в пруду, чтобы карась не приемал. Вот мы этого не боимся, понимаете? Абсолютно. Именно поэтому, потому что мы вам дадим такую возможность нас убирать, мы и будем стараться делать так, чтобы этого не произошло. Я прошу, господи, дорогие друзья, у нас Андрея подходит к концу мероприятия. Что-то вроде только разошлись. Да. К сожалению, да. Последний вопрос я сказал. Конституция 1936 года за образец будем брать? Вот видите, опять. Конституция 1936 года за образец будем брать. Нет, мы возьмем Конституцию праса 1848. Надо поспорить. Видите, говорит, надо поспорить. Вот, друзья, возле Конституции 1936, 24-го, А была еще Конституция 18-го. Вот они, животрепещущие вопросы-то. А вы тут со своей там нищетой, с закрытием завода. Вот. Защита населения, можно вопрос? Как пород на выбор. Буду говорить, буду говорить. Правильный механизм проявляться все ваши программы. Защита населения была реализована в советское время очень просто. Без всякого дурацкого, материнского капитала и так далее. Если у вас есть работа, если у вас есть детские сады, декретные отпуски, если у вас есть бесплатные для детей образования здравоохранения, вот и есть воображение. И территория с лесом, где люди могли набираться в пушнину, могли бы рыбу ловить. А то ведь гопят в лес, рыбы нету. Ну, про лес мы с вами уже говорили. Вот, кстати, да. У меня к вам вот какой вопрос. Вот, правда, последний. Про парк Тайган. Я, прежде чем выступить в его защиту, я ведь ездил. Я же там не был. Я туда приехал. Знаете, вот в отличие от этих всех ну, был только вот такой предприятия. Я туда приехал, разобрал ситуацию. Говорю, давайте сделаем так. У меня там была вот такая же встреча, как с вами, но только народу было поменьше. Мы говорим, давайте прямо сейчас. Вы, друзья, все посетите парк. Мы выйдем на флешмоб. И сделали это сразу. И после этого начали говорить про этот парк. Вот приятно, без призыва, блин, переротом, как бы у них там, без каких-то съездов. Мы напрягли фракцию коммунистов в Государственной Думе. Надо отдать им должное. Они этим занялись сейчас. Они пишут прокуратуру, они занялись и в Республике Крым. Вот это вот конкретная работа. А не болтовня про диктатуру, про интерьерную Конституцию 36-го года. Конечно, сделаем все возможное, чтобы этот парк оставить. Николай Владимирович. Давайте, друзья, вот сейчас последний вопрос. Вы только не расходитесь, ладно? Мы сейчас... Осталось чуть-чуть, Сафир. Я понимаю, тушновато, особенно жалко от людей, которые стоят сейчас еще в опросе. Николай Владимирович, значит, вот, как представитель НПСР, но я вам хочу сказать, что помимо этого, я обращаю член КПРФ, Муниципальное образование Петербурга, НПСР, и раздеряю ваши взгляды, а также взгляды на СО, Шевченко и многих других левонаправленных сил. И считаю, что я бы так не был на вашем месте категоричен, я не мазал бы всех так на одной краской террас. Все-таки люди многие в чем-то расходятся, соблуждаются, но при этом они и выяснились, что есть из каких-то вопросов. И вот давайте думать о том, где вы можете сходиться. И я хотел просто обратиться к людям. Давайте, извините, давайте прекращать уже думать, давайте действовать. Я, не понимаете, не стоять. Они настолько думают. Не стоять депутат, а как работают. Не стоять депутат Муниципального образования. Меня два раза снимали с выборов. Целью, а он сделал за время. У вас, 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 я вам хочу сказать, а вот, и важно это будет, это будет движение за социализм, будет это ПРМ. Выберите себе партию. Партия – это координационное движение. Это какая-то идеология. Это согласованность действий. И выступайте. Спасибо. Вопросы?